Дорожные новости Конечно, без сомнений. Главная новость минувшей недели для краснодарских водителей – открытие проезда на улице Тургенева. Мы ждали этого события около полугода. Реконструкция дороги на участке от Северной до Калинина началась еще в июне. К этому времени рабочие провели капитальный ремонт проезжей части. Число полос не изменилось, их по-прежнему четыре. Но дорога стала шире. Крайние полосы увеличились на метр, а средние – на полметра. Самым сложным этапом реконструкции Тургенева стала замена коммуникаций. Работы проведены масштабные по переустройству коммуникаций, по устройству усиления основания, по покрытию, по тротуарам в плиточном исполнении, по освещению. Установлены новые знаки, заменено освещение на новых опорах, приведено в порядок все внешнее обустройство самой улицы. Сделана большая работа. И сегодня этот участок выглядит так, как должна выглядеть вся улица Тургенева, намеченная в наших планах на ремонтную работу. Водители, видимо, еще не привыкли к новой схеме движения. Не успели проезд по Тургенево открыть, как тут же случилась авария. Две иномарки не разъехались на перекрестке. Обе двигались с большой скоростью и пытались проскочить набегающий сигнал светофора. Причем у той легковушки, что мчалась по Тургенево, работал правый поворотник. Но водитель, очевидно, решил не сворачивать и поехал прямо. В ДТП никто не пострадал. Что касается ремонта Тургенева, то он продолжится весной следующего года и будет проходить еще в несколько этапов. Сначала отремонтируют участок от Северной до Бабушкина, а затем от Бабушкина до Красных партизан. Там заменят канализационные трубы, дорожное покрытие и систему освещения. Ждет глобальный ремонт и отрезок между Гагарина и монтажников. Здесь запланировано обновить подземные коммуникации, в том числе ливневый коллектор. Кроме этого, всю улицу Тургенева расширят до трех полос в каждом направлении и сделают новые парковочные карманы. К другим темам. Стартовая сумма долга, которой будет стоить водительских прав, 10 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу уже в начале следующего года, а лишать водительских прав хотят за три нарушения в год. Такую меру наказания МВД России предложила обсудить общественности. О нововведениях расскажу подробнее. Ограничения в 10 тысяч рублей будут распространяться на водителей машин, мотоциклов, мопедов, квадроциклов, даже воздушных и морских судов. Закон вступит в силу 15 января следующего года. Исключения сделают для инвалидов и тех, кто работает водителем. В Краснодаре и на Кубани немало должников, которые попадут под действие нового закона. Задерживают алименты более 17 тысяч человек на сумму более 600 миллионов рублей. Штрафы забывают оплатить 35 тысяч водителей. Их общий долг почти 200 миллионов. Изъятые права будут храниться в подразделении судебных приставов, пока должник не погасит все счета. Если же гражданин не сделает этого и сядет за руль, ему грозит 50 часов обязательных работ или лишение водительского удостоверения на год. Кстати, о штрафах ПДД. С 1 января 2016 вступят в силу опослабление для автолюбителей. Новый закон позволяет в течение 20 дней, со дня вынесения постановления, оплачивать лишь половину суммы. Но эта льгота не коснется тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А также, например, ехал по встречной полосе, значительно превысил скорость, проехал на красный свет и нарушил ряд других важных правил дорожного движения. Таким водителям придется оплачивать штраф в привычном порядке, полную сумму и в течение двух месяцев. Если штраф не будет оплачен в срок, деньги взыщут судебные приставы. И в продолжение нововведений. Лишать водительских прав за три нарушения в год. Такую меру наказания МВД России предложило обсудить общественности. Информацию разместили на федеральном портале правовых актов. Разработчики законопроекта намерены забирать водительские удостоверения за превышение скорости, нарушение правил стоянки, проезда перекрестков и железнодорожных путей. Права не вернут в течение года. На такие меры правоохранители решили пойти после крупного ДТП в Хабаровском крае. Оно произошло 5 августа. В аварии погибло 16 человек. Напомню, на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре столкнулись два рейсовых пассажирских автобуса. На момент аварии в автобусах находилось 72 человека, из которых 68 пассажиры и 4 водителя. Самое страшное, что жертвами аварий становятся дети. Не устаю повторять. При правильной перевозке несовершеннолетних, вероятность, что ваш ребенок останется цел и невредим, увеличивается в разы. Но многие родители по-прежнему не хотят прислушиваться к этому. Тогда приведут цифры статистики. С начала года в России было зарегистрировано 7215 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 361 ребенок погиб и более 8000 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры озвучили в Москве на пресс-конференции, участникам которой для анализа предоставили результаты социологического опроса, проведенного на официальном сайте госавтоинспекции. Респондентам было предложено ответить на вопрос, как вы поступите, если увидите, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства. В опросе приняли участие около 14 тысяч человек. Большинство респондентов, 53%, выбрали вариант ответа «Ничего не предприму, каждый сам должен заботиться о безопасности детей». То есть, по мнению россиян, основная ответственность за безопасность ребенка в автомобиле должна возлагаться на родителей. Вторая половина респондентов готова проявить гражданскую позицию. В общей сложности 47% опрошенных заявили, что не останутся равнодушными и предпримут те или иные действия, если увидят, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства. 28% попробуют объяснить водителю опасность его действий. 15% личным примером покажут, как необходимо перевозить детей в машине. И 4% сообщат в полицию. Дети не будут в безопасности, пока эту самую безопасность им не обеспечат взрослые. А что делать, когда уже опытные состоявшиеся водители умудряются стать причиной заторов или аварий на дороге? На пересечении Стахановской и Держинского водитель отечественной легковушки, вопреки правилам, в наглую вылез перед потоком едущих машин и пересек две сплошные, чтобы занять нужную ему полосу. Нарушителя даже не смутило, что перегородил дорогу мусоровозу. И когда поток тронулся, легковушка получила удар в задний бампер. ДТП спровоцировало крупную пробку. Ну и в заключении курьезный случай с далеко не смешным финалом. Трамвайного дебошира осудили в Краснодаре. Он повздорил с одним из пассажиров. Ссора переросла в драку. Позже, уже на остановке в районе вокзала Краснодар-1, хулиган решил еще и бросить в обидчика камнем. В итоге неугомонный краснодарец разбил несколько стекол в вагоне, ранил женщину-кондуктора. На него завели уголовное дело. Суд приговорил 39-летнего мужчину к 7 месяцам заключения в колонии-поселении. Это все, о чем я успела вам рассказать. Запомните эту неделю и постарайтесь соблюдать правила дорожного движения. Помните, дорога ошибок не прощает. За них приходится дорого платить. Причем не всегда в материальном эквиваленте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова